Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Семья моя в двери Грибка. Елизавета, Астасья, а это Анна? Анна Ярославовна. Княжин. Дозволь сказать. Говори. Ты, княжин, варяг Гарольд по любви брал Елизавету. И мы знали его. Венгерский Андрей рос при дворе и тоже любя венчался с Анастасией. Почему младшую Анну выдаешь за франк? Кто он? Что мы знаем о нем? Про франка я знаю одно. С миром едут его послы. А ты говоришь, как женщина-монах. Любовь. Елизавета и Анастасия бабы, мать уродились. А Анна Ярославовна в меня. Любовь. А ведь сказано, мир есть, любовь. Вот они. ПЕСНЯ 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 Да, народ там, говорят, не жнет, не пашет. Зимы там никогда нету. А дождь, говорят, вином идет. Вот это диво, дивное. А это где? За морем. Из земли франской едут сваты. Прощайтесь с младшей Ярославной. А это благородный рыцарь Рамуаль. Пристал к нам в германской земле. Он дал обет молчания, чтобы сразиться своими своей прекрасной дамой с врагами, нечестивыми сарацинами и злыми чудовищами. Златя! Златя! Ну, Златя! Спроси у него, какой из себя франкский король, а? Иди. Пусть рыцарь знает, нет у нас на Руси чудовища. У нас на Руси мир. Ямка. Ну, я узнал. Я узнал? Пусти. Что ты просила для княжны узнать? Я узнал. Про ее короля я узнал. Кабана он бьет стрелой с 97 шагов. Коня у него зовут Шваль. Меч зовет Фламси, Щит-Сигфуз. А самого короля зовут... Это все? Нет. Прикосновением правой руки он излечивает гнойные язвы. И это все? А что еще-то? Да какой он с виду-то? А эту зачем? Ты скажи мне, зеркало, ты скажи мне, медное, а утро на заре стоит конь на горе, кого дожидается. Зеркало, зеркало, медное зеркало, заговори со мной, заговори, заговори, заговори. Я вижу-вижу, я знаю-знаю, я и сама скажу, что ты затаила. То ли белый конь, то ли черный конь, сквозь туман едва виднеется, кто зовет меня, кто спешит ко мне, на что душе надеется. А кому судьба? Белый свет пройти и любовь найти, или ты не знаешь? А кому судьба, что гроза в степи не спастись? Нуня, ты скажи мне, зеркало, ты скажи мне, медное, а утро на заре стоит конь на горе, кого дожидается. Куда собираются, куда собираются, нежно за печаль. Белый свет велик, мать земля добра, прошумит гроза, забудется. То ли белый конь, то ли черный конь, что сбудется, то сбудется. А кому судьба, огонек зажечь, как свечу в огне, как в ночи звезду. А кому судьба, огонек дыречь, на пути, на ветру, на еду. Прощай, княжна. Возвращаюсь, Берестов, в обители. Как возвращаюсь, а я? Я одна не поеду. Невеста короля одна не едет. Зла с тобой поедет. Княжий человек, янка, служанка твоя верная. А ты? Я тебя не велю. Или я не госпожа твоя, а ты не раб мой? Ты мне госпожа. Но раб я Божий. И Божий, и княжий. Отцу скажу, не я, так он тебя не велит. Как я без тебя? С кем я буду учить риторику, писание, латынь? Без них нельзя идти франкской королеве. Кончилось твое учение. Кончилось. А сверх того блюд столовых цареградской работы числом 36. Тридцать семь. Тридцать семь. Одеял, лисьих и волчьих, спальных, двадцать два. Двадцать пять. Двадцать пять. И святую книгу Евангелия, украшенную сапфирами и изумрудами, писанную славянским письмом. Одну? Одну. Одну. Воленс Ноленс от Валорум, как говорите вы, латиняне. Хочешь, не хочешь, а для родной дочери ничего не жалко. Сидите, сидите. Князь так щедр, как это может позволить себе лишь очень богатый правитель. Щедрость украшает короля. Напомните ему про мех, мех. Однако нам известно, что в ваших лесах водится зверь, обладающий царственным мехом. Как он называется? Соболь. Соболь. Соболь? Да. Не слыхал. Странно. За что мы все обреннем, святой отец? Эст модус фин ребус сун церти де никве финес. Портно? Всему своя мера и всему свои пределы. Ну, теперь, когда мы оговорили размеры приданого, в франкской стороне необходимо получить письменные гарантии с вашей стороны относительно девичьей незапятности невесты. В истории бывали случаи, немало случаев, когда невесты возвращали вместе с приданым. А это хлопот. А это хлопот. Вам неизвестны случаи, когда непочтительных послов отправляли вы своясь и без невесты, и без приданого, а? Хорошо. Монах-учитель поедет с княжной. Чтоб вы не волновались. Святой отец. Проси князя отменить указ. Позволь удалиться в пустыню. Законы мирские нам не подвластны, сам знаешь. Отчего хочешь заслужиться господина своего? Пролил себя, как вода. Покажись. Ты с детства знаешь меня, отец. Я вырос в обители. Терпеливо постигал науки, пока не был призван ко двору для наставления княжной Анны. А в чем твой грех? Сладок и страшный мой грех. Люблю. В кого? В свою госпожу Анну. Замолчи. Замолчи. Не жиди, сатана. Не жиди. Не жиди. На погибель обрекаешь. Ну, я вижу, русский архонт не внял совет у власти духовной. Условия брака уже оговорены. Не хочет, Ярослав, слушать наших советов. Не хочет. Плохо советовал, дорогой Феопент. Ты напоминал ему о карающем греческом огне, который сжигает суда русов? Напоминал и о греческом огне, и об адском пламе. Хорошо тебе, Халцедоний. Вчера ты плел свои дети в Месопотамии, сегодня на Руси, а завтра обратно уплывешь в Константинополь. А пожил бы ты здесь. Всю до безверия и гордыня, гусы и скоморохи. Иноки, одолеваемые плотскими желаниями, возлюбили княжон своих. Я смиренно служу одному Богу. Политика не мое дело. Политика Божественной Вризантии – дело каждого из ее подданных. Каждого. И большое приданное вы торговали Франке? Двадцать тысяч генариев. Что, она так не хороша собой, эта юная тимина? Она росла вместе с братьями, никто не видел ее красоты. А о каких это иноках, одолеваемых плотскими желаниями, ты говорил сейчас? С белым зерном утолится жажда уставших коней. Нищий вкусит благодати, незрячий сподобится свету. Жажда моей, утоления нет. Нет благодати, нет благодати, нет озарения. Но Божественной Византий prime Gay demokratik Ты оставляешь меня чистую душу любить, разве грешно и постыдно, Господи, разуми! Страшно рабу твоему, страшно, темно и обидно, Дозбудется воля твоя. Барон Жерман поехал на войну Барон Жерман поехал на войну Его красавица жена осталось ждать едва жива от грусти и печали. Одна в расцвете юных лет, одна с утра, одна в обед, Она могла бы подурнеть и постареть, и помирить, но ей не дали. Маркиз Парис, веков Леон, сэр Джон Британ, и сэр, и конюх Пнер. Ле Глеб, что такое Ле Глеб? Так франки именуют меч. Конь по-францки будет Ле Шеваль. Ле Глеб? Ле Шеваль. Ле Шеваль. Рыцарь будет Ле Шеваль. Ле Шеваль. Король. Король Лерой. Король Лерой. Денил, а как будет наследник престола? А, Денил, как будет наследник престола? Наследника ты назовешь просто. Монфис. Мой сэ. Монфис. Бонжур, 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 Монфис. Субтитры создавал DimaTorzok 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 что женщина не хочет, чтобы у неё появился ребёнок. И тогда нужно взять зёрнышко, которое у неё с муравей, завернуть его к коже целый финика, что привозит нам греки, и привязать к левому вкусу. Поняла? Какая женщина может не хотеть иметь ребёнка? Ну, бывает. Например, если её муж пьяница или злодея, или булён подучи. Послушай, ведь ты не знаешь, какого короля. Ведь в рамке ничего не говорят, какого. Не знаю. Знаешь? Знаю. Ну, какого? Он в белом плаще на белом коне. А кто тебе сказал? Знаю. Златя, Златя, ты где? Я здесь. Иди сюда. злором. Златя. Златя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это очень старая песня Меня спросили, кто она В каком краю она живет Светил я Она заря Ее жилье небесный свод Знакомый стихи поэта Поэтов бессмертного Манжнуна И его язык Да Поистине был прав мудрый абберитянин Сказав, что лучше встреча с одним разумным, чем дружба со всеми богатыми Увы Тот же мудрец признал, что у дела разума служить богатым И неверно понял меня, купец Я не служу Я исполняю свой долг Но у тебя вид Счастливого человека А ты помнишь, что сказал Добеку? Человек со счастливым лицом идет к своему счастью Счастливым лицом идет к своему счастью Итак, король Хильперик имел возлюбленную по имени Фридегон И он настолько поддался ее убеждению Что однажды ночью он задушил верную жену в супружеской постели Да, ее звали Галя Свинка Вторую жену Хильперика звали Одувер Когда король был на войне, Одувер родила дочь Здравоумная Фридегонда посоветовала ей самой окрестить ребенка Жена, нарушив церковный устав, стала таким образом кумой к своему мужу За что и была избрана А после благополучно отравлена Так, в конце концов, Фридегонда стала женой Хильперика Причем она избавилась от его сына Наследника Хлёдвига, приказав наемным людям На вилле Нуази досунуть ему четыре ножа под ребра После чего он тихо скончал Сья мудрая королева имела к этому времени Да, безобразие в крови франкских королей Что дела давние Скоро ты сам увидишь короля, который грубостью и неучтивостью Свел в могилу двух жен Ему убить короля, своего мужа Что он и сделал во время хор Бедная, бедная Анна, сколько радости Она могла бы еще увидеть в жизни Вот на престоле добрый король сидит В бедной сиротке хлеб-то подать велит Павших в водичке грошек на дальний путь Добрые люди, смелуйтесь кто-нибудь Добрые люди, смелуйтесь кто-нибудь Вот на престоле смотрит король в окно Как бы сиротку зря не обиделся Щедрому славу слому нужды хлебнуть Добрые люди, смелуйтесь кто-нибудь Стой, стой Налог 6 злотых Открой глаза, поляк Перед тобой посол французского короля Какой еще налог? На устроение державы польской Черт мой, 6 злотых Нет, нет Нет, я плачу Под охраной ваших рыцарь я достиг столицы Польши И теперь перед расставанием позвольте Кто, кто ты говоришь? О, что за гости в моем дворце Уже обратно едете? Быстро вы обернулись? Ой, извините я О, как я рад видеть снова дорогого коллегу по альмамату Здравствуй, дядя Казимир Казимир! Да, очнись же ты, Казимир! Что у тебя глаз нет? Посмотри, кого епископ привел Кого? Кого? Анна Наша солнышко Анна Пусть она, конечно, конечно Это наша племянница Анна Она крошка была, когда ты меня улез из Киева Помнишь? Ой, Казимир, тебе бы надо, друг мой, поменьше заниматься теологией Ты скоро и свое имя позабудешь Нет, не понимаешь ты ничего Теология это важнейшая наука Даже философия всего лишь ее прислужится Это может быть, как мой приятель на оружие Да, это так Прошу прощения Анна, Анна, пойдем Гости, гости приехали Янцев, Мариса, ужинать Самый богатый ужин в честь многоценных гостей Зачай! Зачай! ПЕСНЯ Ах, Франция, даже воспоминания о ней это наслаждение. А какие виноградники в Орлеане, в Велле. И лучшие из них принадлежат королю, который скоро будет нашим племянником. А какой у нашего короля дворец в Париже стоит на самом берегу сена. Могучие башни отражаются в воде, а кругом плавают лебеди. А вокруг дворца, как сейчас помню, все лужайки всыпаны розами. Белыми розами, белыми. И не жалко ли я тебя твоей Гателинзе? Гоняет за подвигами по всему свету, да еще молчать велико. Чем же ты такой недостойный, такой тихий, непьющий и лицом пригожий? Зачем? Тихо, тихо! А это шедевр механикуса Доминика. Вот что, дочь моя, ты обязательно должна повидать большую. Крозит. 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 С часы одиночества, досточтимый Роже, когда я размышляю о проблемах теологии, это мой верный совеседник. Он всегда со мной согласен. Как ты думаешь, он мог бы сказать бонжур, монруа? Это зависит от искусства механикуса. И сколько бы ты хотел за это чудо? Ну, я не имею в децессии его продавать. А разве тебе не нужно золото? Что? Золото? Золото. Это не твоя забота. А что, у тебя есть золото? Золото золото. Замечу, Анна. Дары твоего отца разорачены королю Франции. Разве такой пустяк разорит Генриха в какие-нибудь пять слитков? Академиш. Я Казимиш. Ты же король. Тебе не пристало себя так вести. Если девочке полюбилась игрушка, так подари. А что ей подарю? Пусть это будет тебе, дочь моя, свадебный подарок. Давайте не будем утомлять себя подобными разговорами. А займемся чем-нибудь более воздушным. Дядя, я не хочу просто так. Если хочешь, я тебе дам десять слитков и пять кубков серебряных. О, что ты говоришь, Анна? Опомнись, ты ведь перед всеми позоришь меня. Меня! У тебя нет ничего святого, кроме золота. У меня дядя святые, убиенные мученики. Борис и Глеб. А вот папа другого мнения. Значит, он ошибается. Кто? Ваш папа. Дочь моя, да ведь ты, ведь ты богохульствуешь! Они святые, святые, святые. И дед мой Владимир тоже святой. Владимир! 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 Что за спор? Вы же родственники! Многоженец и брата убийца! Как ты святой, святой, Анна! Да ты богохульствуешь! Я знать не хочу таких родственников! А Ярослава наш Мунислав бил! И ваш Мунислав тоже бил! Все его били! А он только и делал, что бегал в Новгород за подмогой! Вот! Настоящие, настоящие святые! Ага! Настоящие! Настоящие! Богохуль, богохуль! Вот я напишу своему мужу! А что я напишу Бедрику! Какая-то есть! Бодрик! 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 Настоящие! 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 Анна! Анна! Анна Ярославовна! Он сам не знает, что говорит. Я ему добра желаю, а он меня богохульницей. Едем отсюда! Едем немедленно! Немедленно отсюда! Все лаги! Ай! Едем отсюда! Факан! Я... Что, Даниил, сладко, когда тебя обнимает княжина? Прощай, монах. Ваш отъезд торопит меня. Поедем со мной? Я не купец. Ты раб. Я не раб. Ты лучший из рабов. Для своего господина ты пожертвуешь даже счастьем. Ну что ж, ступай своей дорогой. Париж недалек, и Генрих уже готовит брачные ложа. Замолчи. А что тебе до этого? Грех мирских соблазнов ты одолел в себе. Ведь ты не увезешь свою княжну от развратного жениха. Сарацин! Я знаю. Ты подоснул, чтобы выявить мои тайные мысли. Неужели ты не чувствовал, как замирала Анна на твоем груди? Это говорю тебе я. Я знаю. Я был в садах Семирамиды, держал в объятиях райских гурий. Она любит тебя. Прощай, слепец. Стой. Стой. Остановись же. Что до нее? Если ты и дьявол, то Бог сейчас говорил твоими устами. Возьми мою душу. Только помоги мне. Помоги. Теплые ветры восстанутся к милой моей. Тихо мерцает над нею шокер небосвода. Губы ее, как цветы, Дыханье ее слаще меда. И молодая душа. И молодая душа вся так и светится в небе. Как уберечь мне ее, чем одарить мне ее? Сколько бы горя и зла на долю мою не достало. Да не коснется ее, Ни тоска, ни беда, ни усталость. Да не покинет меня свет и спасенье мое. Ее величество, светлая королева Доброгнева, Просит забыть обиду и вернуться. Ее величество, светлая королева Доброгнева, Просит забыть обиду и вернуться. Ее величество, светлая король, Вернись и скажи, что ноги мои больше там не будет. Ну, нет. Разве я не права, Даниил? В чем, Ярослав? Ты же сам меня учил. Королева должна быть милосердной, справедливой, но и строгой. Королева же должна быть строгой. Но ты еще не королева. Да, но я буду королевой. Барон-Жерман поехал на войну. Барон-Жерман поехал на войну. И вот вернулся старина, и перед ним его жена распахивает дверь. А рядом с ней едва дыша стоят четыре малыша. Барон подумал и сказал, и он сказал, привет, друзья. О, как же вы тут без меня помолодень. Барон-Жерман. Именем святого Агабера дарую вам жизнь в обмен на ваше золото и драгоценность. У нас нет никакого золота. Я, епископ Шалонский, прожей, посол французского короля. Тем недостойнее и твоя ложь, святой отец. Уж не эту ли рыжую девчонку охраняют твои недоноски? Сам недоносок, езжай своей дорогой, дай нам проехать. Его святейшество хотел сказать, что ценности принадлежат не нам, а его величеству, королю Франции. Эй, ты вор! Только трой наше добро перед страцей Руси ответ держать будет. Уберите отсюда эту бешеную кошку, а то мы не можем начать. От вонючего хорька слышим! Отец узнает, кулачки и тебя раздерет, и тебя и возле твоего поганые! Мерзавцы! 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 Мерзавца! Продолжение следует... 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 Я сдержу свое обещание. У трех скал нас ждет черный рыцарь. Гляди, варяги не прощают обмана. Греки не обманывают. Да? Я здесь! Я здесь! Я здесь! Остановитесь! Вы похитили невесту францкого короля! Зачем тебе невеста? Ты слишком стар для постели! Не обращай внимания, Рагмальд. Черный рыцарь ждет у трех скал. Стойте! Вам приливает хозяин земли этой! Король польский! Он на земле, а мы на воде! И он нам не хозяин! И король у нас есть свой! Да! И не Казимир пляшивый, а Гарольд смелый! Гарольд? Останови ладью ярлу Рагмальд! Что? Плыви назад! Повелеваю тебя именем Эльси! Твоей королевы! Что слушаешь ее? Лучше великий Ребцанск решит! Черный рыцарь давно ждет нас! И назвала имя Эльси! Жены нашего короля, смелого Гарольда! Елизавета моя сестра! А ты нам этого не говорил, Грек! Разве ты не видишь, что я разум помутился от страха? А если ты сестра Эльси, значит, ты дочь конунга русов Ярислейфа? Да, я дочь его Анна! Она лжет! Разве любая женщина не может называть себя дочерью русского князя? А если ты дочь русского конунга, значит, ты племянница польского короля! Да! Эй, ты! Кем тебе доводится эта женщина? Хаткен! Это моя племянница! Премянница! Премянница! Давай! А договор? Постой! Постой договор! Ведь ты, ты подписал договор и скрепил его клятвой на мече! Какая тебе разница, за кого получать золото? Мы не договаривались торговать с сестрами своих королев! Эй, варяги! Эй, вродяги! Что же скажет гарань? Что же скажет гарань о ваш король могучий? Что же скажет гарань о ваш король могучий? Разница, 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 разница! Разница, разница, разница! Будешь в Париже? Какой мой народ? Ну что ты... Я не виноват... Я серьезно не говорю А старого дядю Казини же. А сколько ты за него хочешь? Матка боска! Снова то само! А я хочу заплатить. А я не хочу, чтоб ты платила. А я хочу. А я нет. А я хочу. А я не хочу. А я хочу. А вот не заплатишь. Я заплачу. Сарацин. Ах! Сарацин. Лови его! Лови его! Выйдет! Бира! Стоять! Выйдет! Субтитры подогнал «Симон» 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 На, поешь, я помогу «Симон» 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 Любимая, Анна. Прощай, Анна. Жажда уставших коней, да утолится зерно. Да утолится. Жажда сожженных полей, да утолится посевом. Да утолится. Да осенит тишина, сердца разоренные страхом и гневом. Как осеняют березы отеческий дом. Как осеняют березы отеческий дом. Слезы горячие наши лягут росой на лугах. Лягут росой на лугах. Высоко поднимутся травы. И зарастут пепельща. И затянутся травы. Не простит нам обиду душа. А кому судьба, белый свет пройти. И любовь найти, и беды не знать. А кому судьба, как пожар в степи. И не спустясь. И ути. И умер. Слезы горячие наши лягут. Солнце высоко. Седлайте коней. Слезы горячие наши лягут. Слезы горячие наши лягут. А пошли они и живи. А пошли они. Слезы горячие наши лягут. Ага! Готово! Вай-ли-вай! Эй! 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 Гунтер, это ты, Гунтер? Да. Господин, а мы думали, что вы в лучшем мире. Что это значит, Гунтер, куда вас ведут? Господин, почему вы не вернулись недели раньше? Чёрный рыцарь явился в поместье и сказал, что вы умерли. Забрал нас и скот по праву старшего брата. А ты, Линда, помнишь ли, была курой госпожу дочь барона Хагенштауфера? Помню. Отец ей устроил хорошую свадь. Бесплатно угощали пивом бревняков. Весело было. Рамуалько, при Франкском дворе ты будешь принять с почётом. Это моё слово. Едем с нами. Милость твоя безогранична, благородная принцесса. Но здесь моя земля. Я слышу, как склепы предков взывают к отмщению. Ты только свистни, и я приеду к тебе на помощь. Да как же ты останешься здесь? У него ещё раны не зажили. Поезжай, Янка, поезжай. Неизвестны бальзамы и снадобие, которые творят чудеса. Так кто же тебя перевёжет? Ярославна, я одно добро видела от тебя. Я одно добро видела от тебя. Ярославна, разреши мне остаться с ними. А помнишь, Анна, что ты надумала? Не дам. Не дам. Это принадлежит не тебе. Это достояние Франции. А разве я уже королева Рожия? И не станешь ею никогда, если будешь раздавать преданное каждому разоренному рыцарю. Девчонка! Тебе посчастливилось стать невестой короля Франков только потому, что твой отец сидит на золоте. Кто ты, дикая язычница? И потом? Неизвестно, что ты делала с монахом, пока мы дрались. Привет! Ставьте! Никогда! Все золото, все серебро. Санта-Мария! Санта-Мария! Берон Жермон поехал на войну Берон Жермон поехал на войну Его красавица жена Осталось ждать едва жива От грусти и печали Одна в рассвете юных лет, одна с утра, одна в обед Она могла бы подурнеть и постареть и помереть Но ей не дали Маркиз Парис, Викон Тлеон, сержант британский пер И Тонюх Пьер Роба! Это Франция Я чую Запах молодого вина Сейчас время давить лазуху Мы поспели вовремя Боже! Я вижу плащ короля Это король Что я ему скажу? Не печалься, святой отец Ты скажешь, что королева приехала Радуйтесь, люди Радуйтесь, красивые морозы Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.